Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему «Результаты лечения детей с атипичными тератой-дробдоидными опухлями центральной нервной системы». Атипичная тератой-дробдоидная опухоль – это редкая, высокоагрессивная, злокачественная бриональная опухоль центральной нервной системы, которая составляет около 1-2% всех опухолей центральной нервной системы у детей. Частота возникновения отро зависит от возраста, достигает своего максимума в возрасте до 1 года и стремится к нулю в возрасте после 10-14 лет. Средний возраст манифестации болезни – 18 месяцев. Мальчики болеют несколько чаще, чем девочки, и 15% первичных отро ассоциируются с поражением почек, и метастазы выявляются у 50% больных. А в основе патогенеза отро лежит биолельная инактивация гена СМАРСИ-БИВАН, локализующаяся в 22-й хромосоме, и крайне редко на гена СМАРСИ-ЭЙФО, который локализуется на 19-й хромосоме. В 2016 году атро было выделено в отдельную подгруппу по данным Всемирной организации здравоохранения. И также в 2016 году группы немецких учёных по данным молекулярно-гинетического исследования и по клиническим данным атро были разделены на три подгруппы – ТИР, СИЧ, ИМИК. Отличают эти группы локализацию опухоли, соотношение по полу и молекулярно-гинетические показатели. При этом по данным литературы пока прогностического значения деления на данные группы не имеет. На данном слайде представлена общая характеристика пациентов САТРА. В настоящий момент включено 100 пациентов, которые с 2008 по 2018 год получали комплексное лечение на базах большого количества больниц, в том числе Морозовской детской клинической больницы, Научно-практическом центре медицинской помощи детям, Российском научном центре рентген-радиологии и многих клиниках регионов Российской Федерации. В настоящее время живы 47 пациентов, выбыли из-под наблюдения 5, умерло 48, и из них 5 от осложнений химиотерапии и 43 от прогрессирования болезни. Медиана возраста составила 21 месяц и минимум 2 месяца. Максимум возраста диагностики был 16 лет. Преобладали несколько мальчики, также преобладали дети младше 2 лет. По локализации чаще всего встречались опухоли супрантентериальной локализации, реже инфрантентериальной и крайне редко опухоли спинного мозга. При выявлении на момент постановки диагноза выявлялись метастазы у половины пациентов. По объему операции тотальная и субтотальная резекция опухоли была выполнена у 2-3 пациентов. По протоколу химиотерапии большинство пациентов получили терапию по протоколу АТРО-2006. Также были использованы протоколы ЭУРАП, индивидуальный, ЦВС и ХИД. Большинство пациентов проводилась лучевая терапия и еще не вошло почему-то, честно говоря, мы оценивали возможность проведения регионарной терапии. Таким образом, если суммировать, то пол, возраст, локализация, метастазирование, объем операции, протокол полихимиотерапии, лучевая терапия и проведение регионарной химиотерапии, интратекальные или интровентрикулярные, достоверно влияли на выживаемость без прогрессирования. На данном слайде представлена общая и выживаемость без прогрессирования больных САТРО. Таким образом, общая выживаемость двухлетняя составила 59%, пятилетняя 41%. Медианное наблюдение составило 18 месяцев, медианное выживаемость 29 месяцев. Выживаемость без прогрессирования составила 43%. Медианное время до прогрессирования 11 месяцев, медианное выживаемость без прогрессирования 15 месяцев. Так, в зависимости от локализации опухоли, достоверно лучше выживаемость была у больных с инфратентериальной локализацией опухоли. Хуже выживаемость была у больных с инфратентериальной локализацией, но это в отношении выживаемости без прогрессирования. Тенденция аналогично отмечается и в общей выживаемости, но достоверных различий получено не было. В зависимости от стадии заболевания выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость была достоверно выше у пациентов, которые не имели метастазирования на момент постановки диагноза. В зависимости от объема операции, лучшая выживаемость и общая, и без прогрессирования отмечена у пациентов, у которых была выполнена тотальная резекция опухоли. Хуже выживаемость у пациентов с субтотальной и частичной резекцией от опухоли. И стоит отметить, что у всех пациентов, которым была выполнена биопсия, отмечалось прогрессирование болезнью и в последующем смерть. В зависимости от протокола химиотерапии мы оценили бессорецидивную выживаемость. Среди пациентов, которые прожили более 5 лет, выживаемость выше среди пациентов, которые получали терапию по протоколу АТР-2006, это 41%, по сравнению с протоколом СВС, это 17%. Среди пациентов, которые прожили 2 года, аналогичная ситуация сохраняется и лучшая выживаемость среди пациентов, которые получали по протоколу АТР, чуть хуже по протоколу ЭУРАП и, соответственно, хуже по протоколу СВС индивидуальным. Все пациенты, получавшие терапию по протоколу ХИТ, имели рецидивирование заболевания. В зависимости от лучевой терапии. Пациенты, получавшие лучевую терапию, имели лучшую выживаемость и общую, и без прогрессирования в зависимости от не облученных пациентов. Следует отметить, что все пациенты, которые не получали лучевой терапии, отметили прогрессирование болезни. В зависимости от региональной терапии выживаемость без прогрессирования статистически достоверно выше была у пациентов, которые получали интратекальную и интравентрикулярную терапию трёх препаратов, чем монотерапию метатриксатом и либо без введения интратекарных и интравентрикулярных препаратов. Отдельно хочется продемонстрировать клинический случай пациента с атипичной терапией драбидной опухоли моста мозжечкового угла слева, которая была диагностирована в возрасте 16 лет, что является крайне редкой клинической ситуацией. Стоит отметить, что манифестация заболевания отмечена в виде чуговой симптоматики в октябре 2015 года. По данным МРТ была выявлена опухоль моста мозжечкового угла слева, ещё раз подчёркиваю, пациенту на момент диагностики уже было 16 лет. Было выполнено удаление опухоли, по гистологическому заключению это была хардома изначально. С октября по январь 2016 года пациент не получал специфического лечения, находился на динамическом наблюдении. И по данным МРТ от января 2016 отмечался продолженный рост остаточной опухоли. По инициативе родителей неоднократно были гистологические препараты пересмотрены в различных центрах Германии, это в городе Ганновер. Звучали диагнозы как мезинхимальная опухоль высокой степени злокачественности, хондросаркома, миксоидного экстраскелетного типа. Но в дальнейшем ни один из предложенных диагнозов однозначно подтверждён не был. И пациент с января по март 2016 года получил лучевую терапию на ложе опухоли и на очах в области крайне вертебрального перехода. В динамике в мае 2016 года отмечалось прогрессирование болезни, появление метастазов в головной и спинной мозг, что продемонстрировано на слайде. И повторно пересмотрены были гистологические снимки, гистологические препараты с использованием молекулярно-генетического исследования в Институте нейроморфологии в городе Хайдельберге. И по результатам этого исследования был установлен диагноз атипичной тератоидравдоидной опухоли под группой МИК. Пациент получил 4 цикла полихимиотерапии по протоколу ЭУРАП с интратекальным введением метатриксата. После этого в динамике МРТ отмечалось смешанный эффект. Отмечались уменьшение метастазов в области головного мозга и увеличение метастазов в области спинного мозга. Далее была проведена лучевая терапия КСО с бустом на спинной мозг и в область опухоли в третьем желудочке с параллельным проведением химиотерапии в Институте. В динамике отмечалась стабилизация болезни сначала, получил 2 цикла химиотерапии по протоколу АТРА, но затем отмечалось прогрессирование болезни, появление новых метастатических очагов и в дальнейшем смерть пациента в апреле 2017 года. Данный клинический случай подчеркивает крайне редкое возникновение атипичной тератоидорабдоидной опухоли у пациента 16 лет с нетипичным возрастом для данного гистологического типа и необходимость исследования всех возможных методов, в том числе и молекулярно-генетического исследования для постановки диагноза. В данном случае поздняя диагностика привела к ухудшению прогноза и в дальнейшем к летальному исходу у данного пациента. На основании вышесказанного можно сделать следующие вызовы, что важные диагностические критерии АТРА это выполнение иммуно-эзтохимического исследования с ИНИ-1. В нашем исследовании прогнозическое значение имели такие показатели, как пол, возраст, локализация опухоли, М-стадия заболевания, объем операции, протокол химиотерапии, наличие лучевой терапии и региональная химиотерапия. На основании вышесказанного влечения можно рекомендовать проведение полихимиотерапии по протоколу АТРА-2006, лучевая терапия в объеме либо локальной, либо крайне спинального облучения. Отдельно хочется выразить благодарность всем центрам, всем учреждениям, которые принимают участие в лечении атипичных терапии дробдоидной опухоли и в Москве, и в Московской области, и в Санкт-Петербурге, и в регионах Российской Федерации. Спасибо за внимание. Продолжение следует...